Драгоценная церковь Драгоценная церковь Драгоценная церковь Но приходите вживую, если есть возможность, это всегда лучше. Живое общение. Также у нас, мне вчера сказали, сегодня в гостях пастор Юрий из Челябинска. Если он здесь, он здесь. Слава Господу, пастор Юрий. Мы приветствуем вас. Рады, что вы на нашем служении. Добро пожаловать. Челябинск хороший, славный, хоть и холодный, но славный город. Хорошо, друзья. Все, вроде всех поприветствовал. Новых людей, новые люди, вам огромное приветствие. Добро пожаловать в нашу церковь. Мы всегда рады вам. Аминь. Что-то прям телеведущим каким-то стал себя чувствовать. Да-да-да, первого канала. Убираем. Хорошо, друзья. Тема праведности важная на самом деле тема. И чтобы понять, что такое плоды праведности, нам нужно с вами в первую очередь разобраться, что такое праведность, наверное. Потому что плоды праведности, они исходят непосредственно из самой праведности. Но для того, чтобы разобраться, что такое праведность, нужно вернуться, наверное, к началу. Обычно, когда мы всегда что-то хотим понять в настоящем, да, очень часто мы отматываем это назад. То есть, если мы имеем какую-то проблему или что-то имеем, ну, я часто это отматываю назад, чтобы посмотреть для того, ну, где же произошел сбой, что не так случилось и что произошло. И хотел бы вернуться в бытие, но мы с бытия сейчас до откровения с вами читать не будем, так как мы ограничены во времени. Я вам расскажу, я думаю, вы многие читали, да, о том, что наш дивный, чудесный, славный и совершенный Бог, как Он все устроил. И когда Он создал небо и землю, и все, что ее наполняет, Он создал человека, нас с вами. Да, но Писание говорит, что Он создал человека по образу и подобию своему. То есть, наш Бог, наш Творец, Он совершенный Бог, Он чистый, Он святой, Он праведный. И Он создал человека абсолютно таким же, чистым, совершенным, святым и праведным. Для того, чтобы Писание говорит, чтобы общаться с Ним, чтобы наполняться общением с человеком. Он даже всю атмосферу вокруг человека, если вы почитаете потом в бытие, Он создал ее хорошей, удивительной, комфортной. То есть, Он насадил рай, насадил демский сад и поселил туда человека. То есть, человек, по сути, должен жить и наслаждаться общением живым с Богом. Но, к сожалению, у нас у людей, как правило, все идет не по плану. Знаете, есть такое выражение, да, хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот, и что-то, видим, у нас пошло не так, и грех вошел. Если вы помните, Адам, он согрешил, он ослушался Бога, он пошел своим путем, и человек согрешил. И грех вошел в нашу с вами жизнь через Адама. Но пришли проклятия, пришли болезни, пришли немощи, пришло разрушение, разочарование, обиды, отверженность. Много чего пришло. Если я буду сейчас перечислять все грехи, я думаю, как раз 30 минут мне даже этих не хватит, которые вот у меня на мониторе написано, да, для того, чтобы понимать, что же пришло, какое разрушение пришло в жизни человека. Ведь даже Бог не планировал, я думаю, такого разрушения для человека. Но насколько человек в своем грехе извратился и достал вот те вещи, ну, на которые ты смотришь, а иногда даже диву даешься. И Писание говорит, если мы посмотрим книгу пророка Исайя 64, 6, Исайя говорит, что все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Да, к сожалению, все мы сделались нечистыми, Писание говорит, а наша праведность, которая дана была нам Богом, совершенным Творцом, Отцом, эта чистота и святость, она вдруг запачкалась, как Писание говорит, как одежда. Вы знаете, я люблю носить рубашки, и очень часто я одеваю белую или светлую рубашку, и, ну, такое хорошее ощущение, когда ты одеваешь белую чистую рубашку, ты идешь, и вдруг, ну, бывают такие моменты, когда ты пачкаешь эту рубашку, там, не знаю, кетчуп, соус, не дай бог масло там какое-нибудь, не вино, нет, вином мы одежду не пачкаем, потому что вино мы не пьем, пачкаешь, и даже небольшая капля, она приносит тебе какое-то вот, ну, неудовлетворение, какой-то дискомфорт, ты начинаешь сразу как-то застирывать, затирать это пятно, потому что кажется маленькое пятнышко, но оно уже как-то вот не смотрится. И грех точно так же, Писание говорит, вошел в нашу жизнь, так же мало-помалу начал прилепляться к нашей одежде, пока вся наша одежда не запачкалась. Но если рубашку я могу бросить в стиральную машинку, да, слава Богу, и она ее как-то простернет, то, к сожалению, себя в стиральную машинку я засунуть не могу. Нет, ну, может быть, и могу как-то, если постараюсь, да, но внутри я все равно буду нечистый, все равно моя природа, она будет греховная, я никак не могу очиститься. И, слава Богу, мы имеем Иисуса Христа, и Писание говорит, Иоанна 3,16, это известное, да, местописание, я думаю, все вы его знаете, что «Ибо так возлюбил Бог мир», Писание говорит, что «отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть Бог настолько сильно нас возлюбил своей любовью, даже несмотря на наши грехи, несмотря на наши ошибки, несмотря на наши падения, то, что мы отвернулись от Бога своим грехом, своим непослушанием, Он все равно проявил к нам свою любовь, Он проявил к нам свою милость и сделал так, чтобы мы обрели это спасение, чтобы мы смогли очистить нашу одежду, чтобы мы могли снять это бремя греха и жить в чистоте и святости. И сегодня мы имеем жертву Иисуса Христа через веру, когда мы верим, что Иисус Христос, Он умер за каждого из нас на кресте, Его святая кровь, она умывает, она очищает нас, и мы становимся чистыми, святыми и праведными. Аминь. И вы знаете, по сути, вот на этом и должна была закончиться вся моя проповедь о праведности. Но когда я готовился на этой неделе и размышлял, читал местописание, я вдруг наткнулся на одно интересное местописание, которое позволило мне пойти немного дальше. Давайте мы с вами откроем Матфея, 5 глава, 20 стих. Матфея 5, 20. Где Иисус говорит, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Аминь. То есть Иисус как бы разделяет праведность на две праведности, получается. То есть Он говорит о том, что если ваша праведность не превзойдет праведность книжников и фарисеев, «Вы не наследуете Царство Небесное». И я полез в интернет и начал смотреть, что такое праведность. Думаю, давай посмотрю с точки зрения интернета. Что интернет, наш любимый, говорит о слове праведности. Читаю определение из интернета. Праведность в христианстве – это состояние внешней и внутренней жизни человека, соответствующее Христову закону, изложенному в Евангелии. То есть получается о том, что праведность, она состоит из двух основных вещей. То есть вот о чем говорил Иисус Христос. Есть праведность внешняя, наружная, а есть праведность внутренняя. И вы знаете, Он говорит о том, что ваша праведность, она должна превзойти праведность книжников и фарисеев. Очень часто мы, ну, для нас образ книжников и фарисеев, да, он какой-то такой больше негативный, потому что Иисус всегда как-то в негативе о них говорил. Но я думаю, что фарисеями и книжниками ими не рождаются, ими, скорее всего, становятся. Потому что это все-таки нужно понимать, что это люди-священники того времени. Это люди, которые исполняли закон, которые имели взаимоотношения с Богом. То есть нельзя сказать, что это просто люди, которые, ну, знали Писание, еще что-то. Они читали книгу Моисея, Пятикнижные, Ветхий Завет, и я думаю, у них были взаимоотношения с Богом. Но, видимо, пришел в их жизнь какой-то момент, когда они перешли из состояния внешнего и внутреннего, внутренней праведности, в состояние только внешней. И знаете, мы очень часто, как христиане, порой становимся похожими на книжниками и фарисеями, когда мы оставляем только внешнюю часть нашего христианства. А внутреннюю часть мы где-то теряем. Когда мы уже автоматически приходим, есть такое слово, недавно я его услышал, автоматическая молитва от одного из своих учеников. Когда мы приходим в свою тайную комнату и имеем какую-то автоматическую молитву ежедневную, но она не имеет какой-то внешней составляющей, она не имеет Христа внутри, она не имеет этой свободы, чистоты и настоящих отношений с Господом. Вы знаете, человек, он очень легко привыкает ко всем вещам, есть такое понятие привычки, я думаю, знаете, да, привычки. Ну, понятно, что не все привычки легко развиваются, но все-таки человек привыкает. То есть, если, например, мы встаем каждый день рано, мы заводим будильник на 6 часов утра, я не знаю, на протяжении года, например, то почему-то, когда в выходные, в субботу мы хотим поспать, вдруг наши глаза и тело автоматически открывает глаза и просыпается. Был у вас такое или у меня у одного только такое? Вот, то есть, привычку. У тебя появляется привычка рано вставать, потому что ты делал это на протяжении долгого времени и постоянно, то есть, такая системная, постоянная процедура, и она тебе дает привычку. И вы знаете, молитва и наше общение с Богом, оно также может превратиться в привычку. То есть, именно об этом здесь Иисус говорит о том, что ваша праведность, она должна превзойти этой праведности книжников и фарисеев. Я думаю, книжники и фарисеи, они просто в своем законе перестали иметь эти настоящие отношения с Богом. То есть, для них это просто стало обычной привычкой, что каждое воскресенье я хожу в церковь, каждый день я хожу в свою личную комнату на молитву. Ну, надо же молиться, да, чтобы Господь благословил, чтобы все устроил и так далее. Я хожу на домашнюю группу каждый четверг. И это превращается в автоматические действия, которые не несет по себе никакой внутренней чистоты и свободы, внутренних настоящих отношений с Господом. И, к сожалению, мы как христиане очень часто становимся подвержены этому. Мы превращаемся в тех же книжников и фарисеев, о которых говорил Иисус. Так и возвращаемся к праведности. Это состояние внешней и внутренней жизни человека. Еще одно местописание, 2 Коринфянам, 3 глава, с 14 по 17 стих. Давайте откроем. Я раньше это местописание не видел. Ну, как-то буквально недавно мне открылось. Ну, я его читал, но не обращал на него внимания. 2 Коринфянам, 3 глава, с 14 по 17 стих. Где Писание говорит, Новый Завет, послание Коринфянам. Апостол Павел говорит, но их умы закрыты до сих пор. Ведь когда они читают Ветхий Завет, это покрывало остается неснятым. Потому что оно может быть снято только Христом, Писание говорит. По сегодняшний день, когда читаются книги Моисея, сердца их закрыты покрывалом. Но когда человек обращается к Господу, покрывало снимается. Господь это Дух, и всюду, где обитает Дух Господа, там свобода, Писание говорит. Вы читаете, да, местописание? Там свобода. Вы знаете, оказывается, книжники и фарисеи, да, стали таким, ну, как вот я сказал, они в своих привычках и в постоянном чтении, они упустили самое главное. То есть, когда к ним пришел Иисус и сказал, друзья, надо бы вам меня принять и в меня поверить, они его не приняли. Потому что Писание говорит о том, что покрывало снимается только Христом. Только через Иисуса Христа мы имеем эту свободу. Не за свои дела, заслуги, еще за какие-то вещи. За свою религионность, потому что мы молимся, потому что мы в церковь входим. А только благодаря Иисусу Христу. И когда мы приходим к Иисусу, когда мы Его пускаем в наше сердце, в нашу жизнь, покрывало уходит. Оп, мы начинаем замечать какие-то вещи. Приходит радость, приходит настоящесть, приходит жизнь, приходит покой внутри нас. Но когда мы не видим Христа, мы не имеем живого общения с Христом, мы становимся религиозными, мы становимся ненастоящими. Мы просто ходим, потому что надо. Мы просто что-то делаем, потому что так сказали. Потому что так лидер сказал, так лидер попросил, еще кто-то пастор. То есть не потому, что мы хотим. Искренне, от чистого сердца. И здесь в конце говорится о том, что покрывало снимается, и приходит свобода. Вы знаете, приходит действительно настоящая свобода от всяких убеждений, предрассудков, от всего, что сегодня навязывает нам этот мир. Есть такое слово предрассудки, свобода от предрассудков. Кто знает, что такое предрассудки? Я вот раньше как-то слышал это постоянно, предрассудки, предрассудки. Я думаю, ну, что такое? Дай посмотрю, что такое предрассудки. И предрассудком считаются взгляды и мнения, основанные на неточном или искаженном знании, чаще всего принимаемые на веру со слов других людей. То есть другими словами, это то, что нам навязано чем-то. Искаженный чей-то взгляд, искаженное что-то мнение, то, что нам навязано, и мы его принимаем чисто на веру, не соотнося это со словом Божиим, не соотнося это с истиной нашей жизни. По сути, вы и меня должны проверить после сегодняшнего собрания, прийти домой и посмотреть все местописания, которые я вам сегодня зачитал, покопаться в них, посмотреть, действительно ли это так написано, действительно ли я пухов-то вообще то вам говорил, а то я вам сейчас начну тут сказки рассказывать, басни там про политику, еще какие-то вещи. То есть это все нужно проверять, писание говорит, и тогда приходит свобода, свобода через истину. Но мы, к сожалению, сегодня с вами смотрим не в истину очень часто, а смотрим внешние факторы, внешние вещи, которые нам диктуют социальные сети, которые нам диктует интернет, еще какие-то моменты. Почему-то мы становимся заложниками вот этих предрассудков, вот этих взглядов и мнений чьих-то, которые диктуются нам с экранов, наверное, уже не телевизоров, а компьютеров больше, планшетов, смартфонов. Почему-то мы легко поддаемся всем этим взглядам. Друзья, я ничего против не имею социальных сетей, у меня тоже есть страницы, я смотрю YouTube, но очень важно, что мы там смотрим в этих социальных сетях, что мы, какую информацию мы оттуда черпаем. Соотносится ли та информация, которую мы получаем из этих социальных сетей со Словом Божиим. Если она не соотносится, мы отдаляемся от Христа, и свобода уходит, как говорит Писание, приходит покрывало, которое снова нас закрывает, потому что Христа нет в нашей жизни. И мы снова и снова становимся какими? Религиозными, как книжники и фарисеи. Мы исполняем просто по делам, потому что мы привыкли ходить в церковь по воскресеньям, потому что я привык ходить в свою молитвенную комнату каждое утро, потому что просто я привык. Но давно я уже не чувствую никаких отношений с Иисусом. Давно это просто для меня привычка обычная, потому что нет Христа, потому что я подвержен чему-то мнению, чему-то влиянию. Но когда мы снова возвращаемся к Писанию, мы начинаем искать Иисуса, настоящего, живого, Господь, приди в мою жизнь, приди настоящий, такой, какой ты есть, то все внешнее, потому что внутреннее твое поменялось, внешнее начинает тоже меняться. Вдруг ты слышишь, там какой-то негатив, ты думаешь, как я вообще-то раньше мог смотреть, прям негатив, не соответствует Писанию, здесь какие-то вещи не соответствуют Писанию, ты начинаешь углубляться в себя. И самое важное, приходит мир и радость. То, что тебя раньше раздражало, все внешние факторы, которые тебя окружали, вдруг перестают тебя раздражать. Вроде бы ничего не поменялось, власть не поменялась, дороги не поменялись, город не поменялся, жена не поменялась, дети не поменялись, ничего не поменялось. Но поменялся ты внутри, поменялось твое отношение к этому всему. Почему? Потому что Иисус в тебе преобразился. Как сказал апостол Павел, и уже не я живу, но живет во мне Христос. Иисус изменил тебя, и ты по-другому на все смотришь. Покрывало ушло твоего фарисейства, и ты стал настоящим благодаря Иисусу. Аминь. Луки 16 глава, 15 стих. Лука 16, 15. Иисус же сказал им, вы умеете изображать себя праведными перед людьми, но Бог знает ваши сердца. То, что ценят люди, мерзость в глазах Бога. Аминь. То есть, мы научились, друзья, изображать себя праведными перед людьми. Ну, честно, научились же многие из нас, может быть не все, но кто-то научился изображать себя действительно праведным перед людьми. Но Писание говорит, что Бог, Он знает каждое сердце. Бог смотрит не так, как смотрит человек, потому что человек смотрит поверхностно, внешне, наружно, как выглядит, как говорит, как одет, как умыт, как сыт и накормлен, да, там, на чем приехал и так далее. Но Бог не обращает на это внимание, наверное, к счастью. Он смотрит в сердце, что внутри твоего сердца творится, что там самое важное, Господь говорит для меня. Это все шелуха, ее можно нарядить, ее можно... Сегодня мир вообще в этом просто спец. Из тебя такого шоумена сделают, я не знаю, за месяц, люди тебя не узнают. Но внутри, счастлив ли ты внутри по-настоящему, имеешь ли ты Христа, имеешь ли отношения с Ним, ты сам счастлив от того, что у тебя есть. И Он говорит, то, что люди ценят, сегодня то, что ценно, кажется, для всех. Вот жена моя хорошо сказала про материальные вещи, про материальные ценности, на которые люди сегодня уповают больше всего, то мерзость в глазах Бога. Друзья, я не говорю о том, что финансы, там, хорошие машины, вещи, это все не нужно, все, теперь в это, в рубище и пепел одеваемся, да, и идем. Нет, 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 это все нужно, это все важно, нужно ходить на работу, зарабатывать деньги, это все хорошо. Но что на первом месте у тебя в твоей жизни? Что на первом? Что на фундаменте твоего сердца, твоего внутреннего отношения? Иисус или вот те мотивы, та материя, на которую ты больше всего уповаешь? Когда тебе дали зарплату, ты счастлив. Когда зарплату не дали, ты погрустнел вдруг, уныл, приуныл, в депрессию попал, еще во что-то. Потому что счастье не там, где ты его ищешь. Аминь? Мерзость в глазах перед Бога. Римлянам 14 глава 17 по 18 стих. Римлянам 14, 17, 18. Царствие Божие заключается не в пище и питье, а в праведности, в мире радости, которую дает Дух Святой. Кто так служит Христу, тот доставляет радость Богу и заслуживает одобрения людей. Аминь. Сегодня мир просто в погоне за одобрением от людей. Ну, одобрение от людей, это вот они лайки, это подписчики, вот это вот я вам просто конвертирую в современные реалии этого мира. Вот сегодня мир, он гонится за этим, чтобы меня одобрили, чтобы мне лайк поставили, чтобы на меня подписались, чтобы большое количество подписчиков. Но Писание говорит, о том, что самое важное это праведность твоя, твоя праведность, твои отношения с Богом, твоя чистота и святость, от которой исходит мир в твоем сердце и покой, который дает только кто, он говорит, только Дух Святой, Дух Святой Иисус только дает тебе это, ничто другое тебе это не даст. И кто именно так служит Христу, поймите, служить Христу можно по-разному оказывается тоже. Именно кто так служит Христу, тот доставляет радость в первую очередь Богу, Писание говорит, и заслуживает одобрения людей. Потому что людям служит от чистого сердца, как хочет Бог. Не просто потому, что там, я не знаю, выпендрится, еще что-то, а отвечает на нужды людей, действительно настоящие, реальные, как Иисус отвечал. Иисусу не нужны были подписчики, лайки или еще что-то. Ему не нужны были толпы народу, известность, там, я не знаю, шоу и так далее. Иисусу важно было, чтобы люди были, их нужды были отвечены, чтобы они имели радость, мир и покой именно в нем. Поэтому он молился за людей, за их исцеление, за их освобождение, проповедовал, помогал, говорил, как нужно жить, наставлял. Вот, что было для него важно. Но сегодня, к сожалению, наш мир, он извращен все так же. И очень часто мы поддаемся обману этого мира, друзья. Мы не должны обманываться, Писание говорит. Мы должны четко понимать, где есть истина, где нас обманывают, где нас развели, где опять мы что-то попали не туда. Вчера буквально вот у меня утром было очень хорошее общение, личное общение с одним из учеников. Мы завтракали вместе, часа полтора мы общались. И вот общались на тему, что, ну, он говорит, как-то я попался, меня развели там, ну, вот опять же, я весь в работу ушел, еще в какие-то вещи. И понимаю, что радости нету какой-то внутренней. Вот вроде заработал, денег много, все хорошо вроде, везде этих денег понатыкал, вложил куда только можно было вложить, все вроде, ну, внешне все хорошо. Бизнес процветает, там, семья, все нормально, все одеты, все обуты и так далее. Но внутри что-то потерял самое главное. Не пойму, говорит, что, внутри что-то потерялось. Радости нету какой-то внутренней. Потому что эти все вещи, они приносят только временное удовольствие. Ну, получил ты хорошую зарплату с бонусом. Я сам люблю хорошие зарплаты с бонусом. Это нормально. Но ты радуешься ровно неделю или месяц этому. Ну, да, хорошо получил. И все. И потом опять проходит. Ну, сел ты, купил ты хорошую машину, поездил, здорово. Она классно едет, рулится и так далее. Ну, месяц, ну, два. Ну, сколько ты так поездишь? И все. А? Поговорит. Да, да, да. И все. Ну, и машина как машина вроде. И так во всем, потому что все материальное, оно не вечное, Писание говорит. Но вечную и настоящую радость приносит только Иисус. Он приносит мир. Иоанна, 14 глава, 27 стих. Иисус говорит, я оставляю вам мир. Мой мир я даю вам. Я даю вам не так, как дает этот мир. Пусть ничто не тревожит ваши сердца. Не бойтесь. Аминь. То есть, другими словами, Иисус говорит о том, что мир вам дает не так, как даю я. То есть, Иисус, Он дает настоящий мир и покой. Сегодня люди, они не имеют это состояние покоя. Они находятся постоянно в какой-то гонке за каким-то мнимым успехом, богатством, какими-то планами, целями, постоянными. Ты достиг одной цели, одного плана. Сразу же тебе нужно следующий поставить. Выше, выше, выше планки. И ты в этой гонке вообще забываешь, что действительно важно, что действительно ценно. Я сам был в таких же гонках. То, что я вот вам сегодня проповедую, я сам буквально недавно все это пережил. Ты достигаешь, да, классно, радуешься какое-то время, потом раз, дальше. Тебе нужно больше, тебе нужны и постоянно, постоянно, постоянно мир тебя будет завлекать, 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 хоп, и жизнь прошла. И ты вроде все есть, всем обвешался, всем обзавелся, а внутри пустота. Внутри радости нет, счастья нет. Ну, думаешь, для чего вообще это все? И говорили же мне, да, иногда смотришь интервью там миллиардера какого-нибудь, говорит, ну да, я там стремился, да, я заработал там миллиарды долларов, ну да, купил себе машин там разных спортивных, там на яхтах покатался и так далее. Но счастье-то как бы не в этом, если что. Но мы же люди, нам надо самим все проверить. Мы же там, говорят, а мы не слушаем. Да, да, надо самим пойти заработать эти миллиарды, там, жизнь положить, семью положить, что еще положить, чтобы потом понять, что действительно счастье не в этом, как оказывается. И он говорит, я даю вам мир не так, как дает этот мир. То, что сегодня вам предлагает этот мир, оно не дает вам настоящего мира, покоя и счастья. Иисус говорит, все это обман, все это иллюзия, все это профанация, все это маркетинг под одним сегодня современным словом. Сегодня мы на первом служении классно смеялись. Оказывается, мы поняли, что маркетинг наши изобрели в сказке еще. Иди туда, не знай куда. Возьми то, не знаешь что. И реально, ты раз, 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 вроде тебя как-то завлекли, ты раз купил, потом думаешь, и чего? Чего это купил? Чего стремился? Бросил. Ну, реально, купил то, не знаешь что. Пошел туда, не знаю куда. Тебя везде как-то в социальных сетях, раз, всякие там воронки и так далее вывели. И раз, и ты маркетинг. Возьми то, не знаешь что, туда, не знай куда. Вот мир сегодня научился завлекать тебя туда, куда действительно нужно. Завлекать подальше от Христа, от истины, от Господа, чтобы ты был разочарован, чтобы ты был подавлен, чтобы ты был в отверженности своей, понимал, ну, не имел счастья просто. Приткнулся и ушел от Господа. Но Писание говорит, что в нем, только в Иисусе Христе, настоящая истина и радость. Аминь. Иоанна 15 глава, 11 стих. Иоанна 15, 11. Ну, ответьте, там, может, что-то из бухгалтерии звонят. К 8 марта премию, наверное, дает. Иоанна 15, 11. Я говорю вам это, чтобы вы испытали мою радость, и чтобы ваша радость, в современном переводе говорится, была полной. В синодальном радость совершенная. Знаете, только Иисус действительно дает настоящую, совершенную и полную радость. Очень часто мы где-то эту радость ищем где угодно, но только не в Иисусе, не только в истине. Часто даже сидя в каком-то, находясь унынии, депрессии, мы начинаем включать там Comedy Club, я не еще сегодня. Огромное количество развлекухи просто в интернете, на каждый там цветокошелек, как говорится, да, то есть, ну, чтобы ты себя, и ты веселишь себя, пытаясь натянуть эту радость. Но она вся проходящая, вся эта временная. Иисус говорит, только я даю радость, радость полную и совершенную. Испытайте, Он говорит, мою радость. Та радость, которая не проходит. Та радость, которую дает Иисус. Изнутри она исходит, и ты просто радостен, ты просто счастлив, независимо от того, что происходит вокруг. Вдруг снег наконец-то у тебя стал белым, а не серым, как был до этого. Трава зеленая, птички вдруг запели, хотя до этого как рыбы летали. Не пели никогда. Потому что Иисус пришел в твое сердце, Иисус наполнил тебя радостью, ты прям, ну, реально из элементарных вещей начинаешь извлекать радость. Просто хорошо от того, что ты жив, счастлив, ты спасен, не умер там от коронавируса, еще каких-то вещей в твоей жизни. Истина говорит, испытайте мою радость. Нерадость этого мира, то, что вам мир сегодня навязывает, то, что вам мир сегодня диктует, что это модно, что это нужно, что это полезно. А моя радость, совершенная радость, совершенная и полная. Послушайте, совершенную радость может только дать тот, кто сам совершенен. А Писание говорит, что наш Бог, только только Он совершенный Отец. Он совершенный, и Он может дать нам настоящую, совершенную радость, от которой мы будем действительно радоваться и получать удовольствие. Аминь. Исайя, 32 глава, 17 стих. Плодом праведности будет мир, следствием праведности будет покой и безопасность навеки. Когда мы снова возвращаемся к Иисусу, когда мы снова соединяемся, находимся в Его праведности, через Его крест, через Его кровь, мы снова обновляемся, то нас наполняет мир и покой от Господа. И приходят вот эти плоды, как Писание говорит, плоды праведности. Пусть будет мир и безопасность навеки. Приходит безопасность какая-то, уходит тревога, уходит страх, беспокойство от того, что будет, что станет с миром, там все умрут, все заболеют, еще что-то. Уходит вот это состояние страха. Помните, да, перед пандемией, там, наверное, 90% думали, и я в те же 90%, что все, конец света, там, всех сейчас чипируют, и все как по Писанию. Ничего, вроде сидим, никого не чипировали. Сколько там прошло? Меньше года. Ну, год, да, наверное, прошел. Все. Но люди, они свойственны, понимаете, сразу в панику, в страх впадать. Но когда ты знаешь, кто внутри тебя, кто действительно является источником, обеспечителем всей твоей жизни, на кого ты уповаешь, то эти все вещи, они просто уходят. Уходит страх, приходит покой. Настоящий Божий покой, праведность и безопасность в будущем. Аминь. И вчера я читал, ну, по плану Писания, и такая интересная мысль, я вот просто выписал ее, и, ну, думаю, поделюсь. Там написано, что нужна Его сила. Нам нужна Его сила. Мы не можем все делать сами. Мы были созданы, чтобы нуждаться в Боге и желать Его присутствия. То есть наша природа вообще, мы созданы для того, чтобы нуждаться постоянно в присутствии Бога. Сам Бог нас сотворил, если мы возвращаемся к началу, как я говорил, создал нас для того, чтобы мы имели общение с Ним. Чтобы мы имели, чтобы мы нуждались в Нем постоянно. И как только мы перестаем в Нем нуждаться, перестаем общаться, отходим от Бога. Приходит уныние, приходит разочарование, приходит депрессия, обида и так далее. Приткнулся, обиделся на каких-то вещах. Потому что Иисуса нету. Потому что опять ушли из этого контакта. Только в Нем, друзья, можно поиграть. А, играет? Только в Нем, в Его присутствии, действительно настоящее. Сила мира покой. Аминь. И последнее местописание, и мы будем уже закругляться, местописание этого месяца как раз. Филиппийцам 1 глава 11 стих. И принесли плод праведности, который появляется через Иисуса Христа, для прославления Бога и хвалы Ему. То есть Он говорит о том, что вот, приходят плоды праведности, приходит мир, приходит радость, приходит покой. И оно приходит все естественным образом. Это не нужно натягивать. Очень часто мы, как люди, пытаемся что-то натянуть в своей жизни. Когда нет Христа в нас, когда мы где-то отошли, заблудились от Него, мы пытаемся это натянуть, но оно не натягивается. Мы уставшие, мы разочарованные, хотим там на группу пойти, а не хочется. Нам бы там поваляться, еще какие-то не хочу, на молитву не хочу. Приходит вот это вот разочарование и усталость. Но когда ты со Христом, когда Иисус внутри тебя, и ты понимаешь, что ты в праведности благодаря Ему, эти плоды, они сами естественно изливаются через тебя. Приходит естественный мир, приходит естественный покой, любовь, которой ты делишься с людям, просто естественно. Не надо натягивать, не надо там пытаться там улыбку натянуть, поздороваться с человеком. Вот так, потому что это все чувствуется. По-настоящему ты искренне рад. И Писание говорит, что вот они, плоды праведности, через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа мы можем уметь эти плоды в нашей жизни, прославляя Бога и воздавая Ему хвалу. То есть тем самым мы прославляем нашего Бога и воздаем Ему хвалу. Аминь.